Дарья Сударева 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 Или он хочет иметь очень бурное развитие. Тем более, что сейчас достаточно активен малый и средний бизнес не только в Российской Федерации, но и за пределами Российской Федерации. О взаимодействии районов с малым и средним бизнесом, об улучшении их инвестиционной привлекательности говорили на практиками для муниципалитетов. Тематическая площадка прошла в заключительный день бизнес-форума «Деловой климат в России». Свой опыт на практиками в Ульяновске представили сразу несколько субъектов страны. Так, за год Гурьевский район Кемеровской области по инвестиционной привлекательности поднялся с 31-го места на 24-е. По качеству управления финансами среди муниципальных образований стали первыми. Глава района признался, многие инструменты в управлении берет из опыта Ульяновского региона. За менее года нам удалось погасить долги за 14 лет, порядка 265 миллионов различными способами, за счет налоговых маневров и эффективной судебно-претензионной работы, и за счет привлеченных субсидий, субвенций, плюс в рамках оптимизации бюджетных процессов. Черданцев отметил, в следующем году запускает в районе работу Дома предпринимательства, некого единого пространства для взаимодействия с бизнесом. Единое окно для трансляции задач региональных институтов развития и взаимодействия с бизнесом на уровне муниципалитета будет организовано и в Ульяновской области. В каждом районе появится агентство развития, которое будет выполнять и функции многофункционального центра для бизнеса. Об этом Сергей Морозов заявил в ежегодном инвестиционном послании. В каждом муниципалитете будет сформировано современное агентство развития для работы с инвесторами, малым бизнесом, для сопровождения бизнес-проектов, для перенастройки делового климата. Агентства будут единым окном для трансляции задач региональных институтов развития и взаимодействия с бизнесом на уровне муниципалитета. Глава региона также отметил, что в ближайшие два года пять районов получат статус особых муниципальных экономических зон, на которых будут действовать региональные преференции. Вы сейчас видите прообраз своих администраций. Не будет в том понимании, в котором у нас сложилась советская, ельцинская, отчасти путинская система управления территорией, а будет совершенно другая форма управления территорией, а по-другому форма взаимодействия с территорией. А чтобы избежать дисбаланса в распределении инвест-проектов между муниципалитетами, в каждом районе начнет работа общественный представитель губернатора по вопросам предпринимательства. Этот человек станет доверенным лицом как для местного бизнеса, так и для региональной власти. Сегодня произошло еще одно анонсирование, еще одного события, которое, наверное, тоже послужит в федеральной практике. Это создание общественных представителей губернатора на территории области, которые должны будут взаимодействовать и координировать информационные потоки, в том числе и о проблематике. Таким образом, до 2024 года у каждого муниципального образования сформируется индивидуальный план инвестиционного развития. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Вчера поздно вечером в Заволжье обвалился канализационный коллектор. ЧП случилось на выезде из Нового города на перекрестке проспектов Созидателей Дружбы Народов. Как раз там, где проходят несколько троллейбусных и автобусных маршрутов. В чем причина аварии, расскажем в нашем материале. Неприятный инцидент случился вчера в 11 часов вечера в Новом городе. На пересечении проспектов Созидателей Дружбы Народов произошел порыв на коллекторе. К работам приступили той же ночью. На данный момент движение на участке дороги по 40-му проезду инженерному частично перекрыто. Произошел порыв на самотечественную канализацию диаметром 1000 мм. Всю ночь силами водоканала производились работы по устранению данного инцидента. Сейчас производится откачка канализационных стоков. Сегодня в течение дня работы по замене вышедшей из строя трубы продолжатся. На месте работают 10 единиц спецтехники муниципальных предприятий «Ульяновск водоканал» и «Ульяновск электротранс». Место раскопки находится в непосредственной близости от опоры контактной сети. От падения ее удерживают при помощи автокрана. По прогнозам городской администрации, к часу дня будет восстановлено движение троллейбусов. Третий маршрут будет ходить по установленному расписанию. Первый маршрут будет ходить до 4-й проходной. И с изменением маршрута будет уходить по улице Антонова. В вечернее время троллейбусная и маршрутная линия, по словам руководителя управления, будет восстановлено. Анна Тищенко, Новости, Управда ТВ. В Ульяновской области прошла Баха «Засечная черта-2019». Старт первого скоростного участка состоялся в Целенинском районе. Баха традиционно открывает Новый год в российских ралли-рейдах. Наша съемочная группа побывала на гонках. Пелья везде прорублена, трасса везде проездная. Старайтесь, я думаю, держаться все-таки сейчас прорубленной трассой, ни правее, ни левее, потому что она везде проездная. Последнее наставление – и вперед штурмовать бездорожье. В Ульяновской области открыли ралли-рейдовый сезон 2020. В Целенинском районе прошла Баха «Засечная черта». Соревнования получили статус первого этапа Кубка России по ралли-рейдам и регионального чемпионата холмы России. Участники и зрители начали собираться в центре села Большое Нагаткино еще затемно. Первым делом – осмотр машины и последнее приготовление. Дальше – старт. Участников ждало два круга по 120 километров. Покрытие – снег и грунт. Дороги – лесные и полевые. Как в Ульяновской области, это гонка трехмерно, поскольку холмы, овраги, местами лесочки. Надо быть очень осторожным. Вы видите, подморозило, скользко. То есть будет очень скользко, но и, наверное, достаточно быстро. Поэтому надо быть вдвойне внимательным. На этот раз попытать счастье на подмерзшей трассе решилось 23 экипажа. В этом году для любителей скорости организаторы подготовили новую трассу на территории ипподрома села Большое Нагаткино. Дорогу не использовали многие годы. В Цельнинском районе новая трасса, которую мы нашли буквально вот только 2-3 недели назад. И в следующем году планируем ее задействовать на чемпионате России. Очень приятно, что администрация Цельнинского района и глава администрации, ну и все, в том числе силовые структуры и органы правопорядка, ГОМЧС и здравоохранения на нашей стороне пошли нам навстречу. Задача каждого экипажа, состоящего из пилота и штурмана, как можно быстрее пройти скоростные участки. После финиша первого скоростного круга обязательная дозаправка и осмотр машины в центре села. Там же прошла торжественная церемония открытия соревнований. Затем экипажи отправились на второй круг. По словам организаторов, к новому сезону появились новые спортсмены-участники. Заявлена команда от автомобильного завода, экипажа «Газрейдспорт» и «Шелковый путь». Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. В Димитровградском детском саду «Жемчужинка» полным ходом идут ремонтные работы. Как только заменили окна, сразу приступили к реконструкции бассейна и ремонту спортивного и музыкального залов. Масштабные работы ведут нас экономальные средства, выделенные в 2019 году из регионального бюджета на замену оконных блоков. О примере по-настоящему хозяйственного подхода к решению проблем детского сада с 37-летней историей расскажет Татьяна Елисеева. Практически завершена укладка плитки на стенах, залит пол, в скором времени начнется ремонт чаши бассейна. Работы в детском саду «Жемчужинка» идут в соответствии с дорожной картой. После того, как у нас прошел аукцион по установке окон, у нас образовалась экономия. На эту экономию по поручению губернатора мы решили ремонтировать наш бассейн, потому что он был в удручающем состоянии, 37 лет не ремонтировался капитально ни разу. Теперь же бассейн станет соответствовать всем современным стандартам. К примеру, чаша бассейна будет выложена не плиткой, а специальной пленкой, позволяющей проводить санитарную обработку намного проще и качественней. Также будет установлен скиммер – устройство, которое позволит фильтровать воду в бассейне, а не сливать ее ежедневно, как это делалось ранее. На данный момент детский сад посещает 260 воспитанников. Из них у нас 75 воспитанников с ОВЗ, 5 групп. Плюс у нас ведется работа с детьми-инвалидами, не посещающими детский сад. Конечно, бассейн нам очень нужен, особенно для деток-инвалидов. Сэкономленные от установки окон средства составили 1 миллион 400 тысяч рублей. Но при должном хозяйственном подходе, заведующей детским садом и поддержке губернатора Сергея Морозова, и на эту экономию нашлась экономия. Причем в самом хорошем смысле этого слова. Параллельно работам в бассейне ведется ремонт музыкального и спортивного залов. С начала учебного года к нам приехал губернатор, посетил нас второй раз с целью проверки установки окон и проведения ремонта в бассейне. Когда он услышал о том, что у нас сложилась еще экономия от ремонта бассейна, он нам сделал еще один великолепный подарок. Все оставшиеся лимиты сохранились у нас в детском саду. А это значит, что на сэкономленные деньги стал возможен ремонт спортивного и музыкального зала в дошколке. В общей сложности порядка 400 тысяч рублей пошли на замену потолочных конструкций и покраску стен декоративной штукатуркой. На время ремонтных работ дошкольные учреждения не прекращают свои деятельности. Музыкальные и физкультурные занятия проходят в группах. Все работы планируется завершить уже в новом 2020 году. А 13 января на Старый Новый год в Жемчужинке состоится торжественное открытие обновленных залов и бассейна. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для улправды.ру из Димитровграда. Во Дворце творчества детей и молодежи прошел бесплатный концерт «Человек придумал песню». Порадовать ульяновских зрителей приехали специальные гости из Казани и Томска – Юлия Зиганшина и Роман Ланкин. Организаторами концерта выступили Ульяновское отделение Русского географического общества и клуб авторской песни. Ирина Антонова подробнее. Традиционный вечер туристской песни, организованный Ульяновским отделением Русского географического общества и клубом авторской песни, в этом году проходил уже в десятый раз. В ходе мероприятия губернатор Сергей Морозов, который пришел на концерт и внимательно слушал его участников, вышел на сцену и поприветствовал музыкантов. Вот в этом году Русское географическое общество провело в Ульяновске более 25 различных мероприятий. Но декабрьский концерт туристской песни, пожалуй, самый любимый для людей. Зал, я уверен, как всегда будет переполнен сегодня. К нам в гости приехали из Томска Роман Ланкин, из Казани Юлия Зиганшина, из Тольятти, Артур Чубаркин. То есть я думаю, что сегодня и лучшие ульяновские исполнители авторской песни. Думаю, что сегодня будет просто замечательный вечер. За 40 лет существования Ульяновского клуба авторской песни было организовано множество крупнейших фестивалей и концертных программ. На этот концерт совместный плод клуба авторской песни и РГО пришли не только любители и исполнители авторской песни, но и путешественники, которые тоже неплохо владеют гитарой и частенько выступают. Зал был переполнен. Вы знаете, вот уже 10 лет подряд с Егором Игоревичем мы проводим концерт, который посвящен именно таким людям. Он называется, этот концерт в народе его прозвали как «Вечер туристской песни». И сегодня он уже у нас многократный, очередной, долгожданный, желанный всеми концерт. Попасть на этот концерт у нас бывает тяжело, потому что все хотят, все желают слышать хорошие, задушевные песни. В концерте приняли участие ведущие исполнители авторской песни в Ульяновской области. Сергей Кочетков, Елена Ушакова, Станислав Кушманцев. Большое впечатление вызвало выступление ансамбля детской школы искусств номер 10. А вел концерт сам Александр Додосов, директор ДШИ номер 10 и детского школьного хора. На самом деле это не единственное мероприятие, которое мы проводим совместно с Русским географическим обществом, которое, например, активно помогает нам в организации проведения уже ставшего традиционным фестивалем авторской песни в Ломах, который проходит каждый август. Ну и многих других интересных начинаниях, которые есть сегодня в мире авторской песни. Именно благодаря поддержке Русского географического общества мы действительно сегодня имеем возможность приглашать авторов не только Ульяновской области и близлежащих регионов Москвы, Казани. Одним из участников концерта стал Артур Чубаркин из Тольятти, врач по образованию. В свободное время Артур Владимирович много путешествует. Он прошел всю Чукотку, совершил первую парусную экспедицию в Антарктиду, дошел до Северного полюса на собачьих упряжках. Вообще, я вот сколько себя знаю, столько знаком с гитарой, потому что отец мой вертолетчик, и мы жили долгое время в гостинице, где застревали летные экипажи. И там была дежурная гитара, правда, семиструнная. Вот я сначала освоил семиструнную гитару, а потом после окончания школы переехали в Самару, а здесь Грушинский фестиваль свою взял, перешел на шестиструнную, и гитара с тех пор сопровождает меня во всех моих экспедициях. Кульминацией концерта стало выступление исполнителей авторских песен Юлии Зиганшиной из Казани и Романа Ланкина из Томска. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, Снова между нами города, взлетные огни, аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой голос земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. Интервью с Романом Ланкиным смотрите в передаче «Персона дня». Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Уллправда ТВ. Самая остроумная и обаятельная девушка российского КВН на конца прошлого века Танюська Симпопуська из ОСП-студии приехала в Ульяновск не веселиться. Татьяна Лазарева стала модератором семейного разговора, который собрал на важную беседу о взаимоотношениях с подростками всех заинтересованных родителей нашего города. В Ульяновском государственном и педагогическом университете состоялся семейный разговор. Одноименная открытая лекция, модератором которой стала популярная КВН-щица 90-х Татьяна Лазарева, была посвящена формированию доверительных отношений в семье и работе с подростками. До этого года целевой аудиторией проекта в основном были профессионалы, педагоги и школьные психологи. Теперь к честному диалогу с профессионалами приглашены и родители. Мы, конечно, только начинаем, но я надеюсь, у нас это получится. Известный российский врач-психолог, обучающий психотерапевт, преподаватель российско-австрийского проекта по интегративной психотерапии детей и подростков Вероника Петрова вместе с Лазаревой обсудили с родителями ключевые темы, связанные с взаимоотношениями в семье, поговорили о том, как поддерживать самостоятельность и ответственность за собственный выбор у подростков. Зачем мы тогда им нужны? Если они нам все время говорят, мама, хватит, мама, уйди. И это, конечно, тоже безумно раздражает, и ты не знаешь, как на это реагировать. Окей. Ты тоже хочешь все сказать? Хорошо, я вообще суйду. А ты? Речь зашла также о компьютерной зависимости подростков и даже о подростковом алкоголизме. Расскажите нам, как это про мозг подростка? А он есть в принципе? Программа «Семейный разговор» была разработана в 2012 году авторским коллективом Федерации психологов образования России и курировалась Общественным советом некоммерческого партнерства «Твой выбор». Сегодня она реализуется в 21 регионе Российской Федерации. Произошел перелом мой, наверное, с возрастом, знаете, мне 53 года уже, и я думаю, что уже пора заканчивать, просто шутить, уже можно уже начинать что-то делать. Мне эта тема очень интересна, поэтому, собственно, я и поддерживаю программу «Семейный разговор», потому что я считаю, что очень важно родителям дать понять, что они не обязаны немножко учиться для того, чтобы воспитывать детей. Это достаточно большой труд. Неблагодавейный страх – это уж точно родители должны вызывать у своих детей, а прежде всего доверие. Сможет ли быть родитель другом? Нет. Друзья, они вот где-то там в школе, родители, не в том смысле, что он должен быть врагом, да, но это не может превращаться в отношения, типа там, ты моя подружка. Самой Татьяне Лазаревой обсуждаемые темы очень близки. Ее младшей дочери сейчас 13 лет. Мы говорим совершенно на разных языках, если хочется оставить какой-то контакт, нужно учиться. А чему главное у вас научили ваши дети? Слушайте, ну, вот правда, по мелочам очень много даже не перечислят. Если говорить о главном, чему я у них учусь, это, прежде всего, уважение к ним, которые они достойны, и уважение их границ, которым наше поколение совершенно было не приучено, к сожалению. После лекции родители смогли задать наболевшие вопросы. Ярослав Щедров, Сергей Ямин. Специально для новости Управда ТВ. В субботу в Ульяновске отмечали день рождения Симбирского Деда Мороза. Команда детских вестей не только подготовила подробный репортаж с места событий, но и выведала у сказочного волшебника его главные секреты. Программа празднования сегодня очень насыщенная. Судя по толпам гостей, на Симбирской вотчине Деда Мороза собралось несколько тысяч человек. Именинный квест стал похож на массовый новогодний марафон. А детей Дед Мороз приготовил 16 станций. На каждой из них было отдельное задание. Ребусы, пазлы, фотосессии и даже мастер-каст по джиу-джитсу. Все, кто прошел квест, получили подарки от дедушки и его друзей. Ну а пока все были заняты выполнением каверных заданий, сам Дед Мороз сидел для себя в терме и принимал поздравления. Вот туда-то я сразу и направился. Сколько вам лет? Ох, ну чувак, не помню. Много-много. Столько времени прошло, что я не помню, сколько лет. Вот день рождения, когда помню, а лет много мне. Как вас называли в детстве? Не помню. Вот знаешь, как-то вот помню, что, наверное, Морозка, а сейчас же Дед Мороз. Подарки имениннику начали дарить уже несколько недель назад. Их было так много, что Дед Мороз даже объявил конкурс, а точнее два, на лучший подарок и на лучшее видеопоздравление. Победители выручили призы на главной сцене. Все остальные участники тоже обиженными не остались. Каждый получил пригласительный билет в аквапарк. Вот главное мне интересно, откуда у Деда Мороза столько призов и подарков. Ведь не то, что в новогоднюю ночь. Только сегодня на празднике он их несколько тысяч раздал. А где вы берете столько много подарков? Мне помогают мои помощники. Их у меня очень-очень много. А помощники где берут? Везде достают. Где могут? А как у вас помещается в мешок? Столько много подарков, а мешок же один. А детей много. А мешок волшебный. Поздравить сибирского Деда Мороза с днем рождения приехали Снегурочка из Костромы и Иван Царевич из Кирова. Они помогали дедушке вести праздничную программу. Концерт не единственное развлечение, которое именинник приготовил для гостей парка. Еще можно было бесплатно сходить за парк, покататься с огромных горок на ватрушках И пожарить зефирки на костре 12 месяцев. Интересно, а как сам Дед Мороз проводит свое свободное время? Чем вы летом занимаетесь? На север уезжаю. Туда, где прохладно, где снега не тает. А мне хорошо, комфортно себя чувствовать. А почему вы всегда в шумбе? У меня же в помещении жарко. О, это волшебная шумба. Мне хорошо, комфортно, прохладно. Первый раз вы на елку пришли 85 лет назад. А чем вы до этого занимались? Чем до этого занимались? Так же. Людям помогал, подарки ребятишкам дарил. О, ну так-то меня не приглашали. То я так все это делал, так, чтобы меня не видели. А привычка эта до сих пор у меня сохранилась. Праздник именин растянулся на весь день. Кваст – это только самое начало. Все с нетерпением ждут, когда стемнеет, потому что впереди главный подарок Деда Мороза – световое шоу из города Тольятти. Ну и, конечно, главная традиция праздника. Именно на дне рождения волшебного дедушки загорятся огни на первой новогодней елочке в Ульяновске. Ваня и Заряжение специально для взрослых новостей. 10 декабря в Ульяновской области ожидается пасмурная погода, местами возможен дождь. Температура днем составит 2 градуса со знаком «плюс». Ветер юго-западный – 5-8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням 18, 30, 20, 30 и 22, 30. А также на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всех